Всем привет, на связи МК. Совсем недавно компания Mediatek первой показала в работе технологию Wi-Fi 7 с бешеной скоростью до 30 Гбит в секунду, что в 2,5 раза быстрее нового Wi-Fi 6. Первое устройство появится уже в 2023 году, и не факт, что у нас в стране новый стандарт приживется, так как он, так же как и Wi-Fi 6E, это еще новая технология, включает диапазон 6 ГГц, который в России до сих пор не утвержден и занят средствами фиксированной связи. Поэтому всеми возможностями Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 россиянам насладиться не получится, и пока придется довольствоваться старыми версиями, с которыми у многих пользователей, особенно многоквартирных домов, возникают проблемы. То скорость низкая, то пинг прыгает, и в интернете есть множество псевдо-советов, как это исправить, от покупки нового роутера до выбора определенного канала или его ширины. Как бы сложно это ни звучало, во всем этом легко разобраться. Как инженер космической связи, считаю своим долгом это исправить, и сейчас все коротко объясню, и вы поймете, что на текущий момент никакие Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 вам не нужны. Поехали. Предпосылки к появлению технологии Wi-Fi появились еще в 60-х на Гавайях. Люди там живут ленивые, и каждый раз отправлять весть о начале рейва было проблематично. Убитый посыльный часто опаздывал. Так и появилась беспроводная сеть AlohaNet, работающая на двух частотах около 400 МГц со скоростью 24 тысячи бот. Даже в 90-е далеко не у каждого был такой быстрый модем. Не знаю, что они там курили, но технология явно опередила свое время. Как вы знаете, современный доступный Wi-Fi умеет работать в двух диапазонах. Это 2.4 и 5 ГГц. Первый частенько хейтит, и есть за что. Большая часть сетей работает именно в нем, к тому же на этой частоте работает Bluetooth, микроволновки, секс-игрушки и множество другой техники, что отнюдь не способствует скорости и стабильности подключения. Можно ли как-то это исправить? В интернете вам скажут, что да. Вы найдете кучу гайдов и рекомендаций по выбору непересекающихся каналов, и все они ошибочные. Красивые картинки, говорящие нам о том, что каналы 1, 6 и 11 изолированы друг от друга, не учитывают широкополосность Wi-Fi и на деле пересекаются даже 1 и 11. Так что на практике в диапазоне 2,4 ГГц всегда будут пересечения каналов. А если вокруг вас под десяток сетей, эти пересечения будут множественными. Такая себе Wi-Fi свинг-вечеринка. Поэтому ваши данные всегда будут стоять в пробках из пиратских игр Соловьева и Гачимучи, что негативно скажется на скорости и на пинге. По этой же причине не нужно слушать советчиков, рекомендующих выбрать в настройках роутера более широкий канал в 40 МГц вместо 20. В теории это должно серьезно увеличить скорость, а на практике вы получите еще больше пересечения с соседским Wi-Fi и еще больше проблем со стабильностью соединения. Так что если вы хотите себе быстрый Wi-Fi с минимальным пингом, про 2,4 ГГц нужно забыть. Но зачем тогда 2,4 ГГц до сих пор присутствуют в роутерах? Чем ниже частота, тем выше дальнобойность. Именно поэтому 2G, работающие на частотах ниже ГГц, ловится там, где 2 ГГц LTE давно отвалился. И именно по этой причине, если для вас дальность важнее скорости, имеет смысл оставаться на 2,4 ГГц. Но и тут нужно помнить один важный нюанс. Вещание на крайних каналах диапазона ведется на сниженной мощности. Это нужно для того, чтобы клиентские Wi-Fi устройства не засоряли и соседние диапазоны. И именно поэтому дальнобойность первого канала будет ниже, чем у шестого. К примеру, правее диапазона в 2,4 ГГц Wi-Fi сразу же начинается LTE. Поэтому если вам нужно, чтобы в дальнем углу комнаты ловил Wi-Fi, имеет смысл выбрать один из центральных каналов диапазона 2,4 ГГц. Окей, с 2,4 ГГц все понятно, это хорошая возможность смотреть ютубщик, закрывшись в туалете. Но что делать, если у вас тариф на пару сотен мегабит в секунду, а тянуть провод вам не хочется. Да и в случае с популярными нынче игровыми ноутбуками, его частенько некуда воткнуть. И тут на помощь приходит 5 ГГц. Что любопытно, ученые понимали проблемы диапазона в 2,4 ГГц еще в самом начале развития этой технологии, в 90-е. И первая версия 802.11a как раз работала на 5 ГГц. Но в те времена инженеры были ограничены технологиями своего времени, и просто не было возможности сделать дешевые адаптеры, умеющие работать на такой частоте. Поэтому получившие массовое распространение следующие 802.11b работал уже на 2,4 ГГц. В нулевые эту проблему решили, и в 2009 году появился стандарт Wi-Fi 4, бывший 802.11n, который стал массовым и умеет работать в 5 ГГц. Более высокая частота позволяет передавать больше данных на Гц, но при этом ощутимо падает дальность передачи. Поэтому разумный предел использования сетей на 5 ГГц не более пары стен между роутером и устройством. Важное нововведение в случае с 5 ГГц заключается в том, что теперь у пользователя есть выбор из 24 каналов, и они лучше изолированы друг от друга. Так что даже несколько соседских сетей, скорее всего, не будут помехой. Можно будет выбрать свободный диапазон. Однако, кто бы мог подумать, и тут хватает нюансов. Во-первых, на 5 ГГц работает не только Wi-Fi, но и некоторые радары, в том числе и военные. Поэтому в роутерах используется технология DFS. Она позволяет делить эти частоты с радарами, но у последних, естественно, приоритет. При обнаружении радарного сигнала роутер просто отключит передачу данных по этому каналу. Разумеется, частоты DFS отличаются от страны к стране, и в России это от 100 до 144. Поэтому лучше обходить эти каналы стороной, если вы не хотите на середине закачки увидеть резкое падение скорости из-за активности товарища майора. Во-вторых, у Wi-Fi на 5 ГГц существуют технологии, направленные на повышение скорости передачи данных. И для их работы и роутер, и ваше устройство должны их поддерживать. Первая называется MIMO, наверное, так считается. И она позволяет передавать сразу несколько потоков информации по одному каналу, тем самым кратно увеличивая скорость. Однако для этого требуется иметь как минимум несколько антенн. И проблема тут в том, что формально совместимость вашего устройства или роутера с Wi-Fi 4 не означает, что оно будет поддерживать MIMO, так как в случае с USB-C возможности Wi-Fi 4 слишком широки. Поэтому дополнительно узнавайте, есть ли поддержка MIMO и 5 ГГц в обоих случаях. Вторая технология повышения скорости — это объединение нескольких каналов вместе. И тут все логично. Чем шире канал, тем больше данных через него можно пропустить. И если в случае с Wi-Fi 4 можно объединить до двух каналов, заняв сетью диапазон в 40 МГц, то вот в появившемся через несколько лет Wi-Fi 5 предлагается объединить аж 8 каналов, получая 160 МГц. С одной стороны это круто. Такое объединение даст скорость в 6,7 Гбит в секунду, что в разы больше обычной витой пары. С другой стороны тут есть свои нюансы. Во-первых, далеко не все роутеры и устройства умеют объединять аж 8 каналов. И даже в случае с дорогими адаптерами от Intel мы нередко получаем лишь 4 канала и 80 МГц. Во-вторых, при таком объединении велик шанс, что появится пересечение соседским Wi-Fi или радаром. Например, если брать Россию, то 160 МГц диапазон остается только один, с 36 по 64 канал. 80 МГц диапазонов без пересечения с радарами всего 4. Однако пока что это не является серьезной проблемой. 5 ГГц сети затухают быстро. Поэтому если рядом с вашим домом не дислоцируется воинская часть с панцирями и триумфами, обычно даже роутер с мощными антеннами находит вокруг себя редко больше 5-6 соседей. Тогда как 2,4 ГГц может найти под 3 десятка. В таком случае выбрать свободный 40 МГц диапазон можно без труда. Да и в 80 МГц диапазоне в худшем случае придется уживаться вместе с еще одной сетью. И это на минуточку мы сейчас рассматриваем Wi-Fi 5, которому в следующем году стукнет уже 10 лет. Сейчас добиться быстрого беспроводного доступа в сеть намного легче. Роутеров с поддержкой этой версии Wi-Fi и MIMO на e-каталог нашлось больше 150 штук. А цена на самые простые колеблется в районе полутора тысяч рублей. По традиции в описании лежит ссылка на подборку хороших роутеров на e-каталог. Мы добавили в корзину как недорогие модели с поддержкой Wi-Fi 5 и MIMO, так и самые продвинутые с запасом на будущее. После просмотра можете перейти и присмотреть для себя лучший вариант. Ссылочка в описании. С другой стороны тоже все хорошо. На том же e-каталог нашлось более 9 тысяч ноутбуков с поддержкой Wi-Fi 5, и самые дешевые стартуют буквально от 10 тысяч рублей. Так что если вы покупали лэптоп или смартфон пару лет назад, проблем с быстрым Wi-Fi быть не должно. Но давайте перейдем к практике. Как я говорил выше, 160 МГц на Wi-Fi 5 это утопия, поэтому остановимся на 80 МГц. В моем случае соседние сети в основном занимают первую четверку каналов. Лезть под радары тоже не хочется. Остается относительно свободным диапазон с 52 по 64 канал, где придется делить пространство только с одной сетью. Как итог, в таких условиях за одной стеной от роутера легко можно получить 500 Мбит в секунду со смартфона и ноутбука при аналогичной скорости тарифа, да и пинг относительно провода вырос всего на несколько миллисекунд. Так что ответ на вопрос, может версия Wi-Fi 10-летней давности обеспечить скорость на уровне провода, можно назвать закрытым. Неужели за 10 лет технология Wi-Fi никак не изменилась? Разумеется, это не так. Несколько лет назад появился стандарт Wi-Fi 6. И сейчас его можно найти в дорогих ноутбуках, смартфонах и планшетах. Ну и разумеется, конечно, в роутерах. Что самое забавное, большинству пользователей, даже живущим в условиях плотной городской застройки, Wi-Fi 6 банально не нужен. Почему? Хотя в нем много нововведений для обычных пользователей, интересна лишь технология OFDMI. Она позволяет при большой загруженности канала делить его на части между всеми клиентами. То есть больше никаких пробок и нестабильного пинга не будет. Все девайсы будут получать информацию одинаково быстро. Казалось бы, это отличное нововведение, но оно просто пока не нужно. Давайте порассуждаем. Тем, кому просто нужен выход в интернет по Wi-Fi, хватает и любого замусоренного канала на 2,4 ГГц. Тем, кому нужна скорость, имеет смысл переходить на 5 ГГц с MIMO и объединение каналов. И тут тоже никаких проблем нет, потому что 5 ГГц сетей пока мало, они слабо мешают друг другу. Вот и получается, что на текущий момент нет смысла гнаться за дорогими роутерами и адаптерами с поддержкой Wi-Fi 6. Получить несколько сотен мегабит в секунду по воздуху можно и с правильно настроенным Wi-Fi 5. И большинство тарифов провайдеров не дадут вам скорость выше, упор будет именно в них. Так что Wi-Fi 6 с OFDMI это задел на будущее. Когда 5 ГГц сетей станет много, они будут мешать друг дружке. И что забавно, даже для этого уже готовы решения стандарт Wi-Fi 6E, о которых я сказал в начале. 6 ГГц, запрещено в России и тому подобное. И именно поэтому не вижу смысла обсуждать Wi-Fi 7. Да, формально нас ждет много нового. Это и 320 МГц сети, и новая амплитудная модуляция, и технология MLO для объединения каналов, и супер бешеные скорости. На практике же, повторюсь, всем хватит 640 КБ. В смысле Wi-Fi 5. И на самом деле ничего удивительного тут нет. Скоростей хорошего ADSL уже достаточно большинству пользователей, ну а доступность оптики привела к тому, что сейчас получить гигабит в секунду в квартире можно без особых проблем. Вопрос только зачем. Вряд ли кто будет спорить, что 10-летний Wi-Fi может обеспечить то, для чего хватает Ethernet из 99-го года. Да, стандарт гигабитной витой пары появился в прошлом столетии, и его до сих пор многим хватает. Поэтому, если вы хотите прикоснуться к быстрому, беспроводному, настоящему, сделать это сейчас можно дешево и просто, оставив миф о медленном Wi-Fi в прошлом. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Переходите по ссылочкам в описании, там наше сообщество, оно появится еще здесь. Стабильного вам интернета и низкого пинга. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok